О кардинальной смене требований по сдаче молока и повышению качества продукции говорили на совещании в Валёк-Минске. Сюжет Елены Фаст. Тарифы, обозначенные в услугах ветслужбы, часто являются причиной недовольства для потребителей, особенно для тех, кто занимается содержанием КРС. В случае, если у хозяина две-три бурёнки, сдача молока становится не столь рентабельной. Со своей стороны, Управление ветеринарной службы говорит о общем доступе к ценовой политике. Тарифы утверждены министерством, а вот анализа сдать необходимо, поскольку иной раз некоторые подворья грешат низким качеством сырья. А это тут же отражается на качестве. 70% безработица. А тут вот такие вот эти все. Это прозрачность должна быть. В общем, у Слевина должны какой-то алгоритм продумать, чтобы не особо сильно пило по рядовых датчикам. Качество продукции, качество молока стало ухудшаться. И вот, как бы мы ни говорили, что начинается ужесточение, я бы сказал, ужесточение мер контроля. Но оно ко времени получается. Если не будет таких жестких, я бы сказал, даже жестоких мер, то качества мы не добьемся. То есть любой положительный результат, а именно даже третий класс молока требует уже определенных действий. С моей стороны, как с надзорного органа района. Повышение контроля будет введено однозначно. Потребитель должен получать качественную продукцию, а значит, надо найти приемлемый вариант для обеих сторон. Сегодня на совещании мы пришли к единому мнению. Я считаю, что надо все-таки до каждого датчика доводить ту информацию, которая должна быть абсолютно прозрачной. За какие исследования, какие суммы, значит, какая кратность исследований, на какие позиции исследования проводятся. Вот каждый датчик это должен знать. И мы это будем, конечно, планово, вот по наследам это все будем проводить. Главное же теперь сдатчик, независимо от форм собственности, должен пройти медицинскую комиссию и сдать все анализы.